В Ярославле сегодня поздравили с юбилеем ветерана труда. Жительнице Заволжского района Марии Шелеповой исполнилось 100 лет. В хорошей физической форме, активно ведет диалог и занимается любимым хобби. Про себя говорит, без дела сидеть не умеет. К поздравлениям долгожительницы присоединился мой коллега Игорь Шевченко. Мария Тарасовна Шелепова, труженик тыла, ветеран труда, родилась в небольшой деревне под Смоленском. Ее юность выпала на военное время. В 42-м году родную деревню оккупировал враг. Когда она узнала, что немцы собирают молодых девушек для отправки в Германию, ей пришлось бежать. Сейчас вспоминает великую победу со слезами на глазах. Признается, на протяжении жизни сохранить здоровье и бодрость духа помогает любимое дело. Вязала, пряла, вязала свитера, кофты, носки, перчатки. Все я вязала, все делала. Без работы не сидела никогда. За свою долгую жизнь она успела поработать и дояркой в совхозе, и рабочей по ремонту железнодорожных путей. В Ярославль приехала на 70-м году жизни, вслед за сыном. Я много лет работала на железной дороге и в совхозе работала. А потом уже перешла нас переводом на строительство. У меня, в общем, стаж был. В честь солидного юбилея – подарки, цветы, теплые пожелания от родственников, совета ветеранов и главы района. Можно вас поцеловать? Тут важен сам факт, что человек, перенеся множество испытаний в детстве, в юности, во взрелые годы, пройдя годы войны, тяжелые послевоенные годы, дожил до 100 лет и сегодня находится в здравом уме, прекрасно общается, в хорошей физической форме. И этот сам факт этого – он уже достоин большого и глубочайшего уважения. На сегодня в Заворском районе Ярославля сейчас проживают 520 ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Шестеро из них – столетние фронтовики. Игорь Шевченко, Олег Вольский. Главные телевизионные новости.